Этот матч был интересен и болельщикам, и специалистам для АКМ. Это стартовая игра сезона. Воскресенск уже потрепала в битве с Югрой Рубином. В новом сезоне АКМ возглавил Сергей Решетников, экс-наставник Желто-Синих и Новокузнецкого Металурга. С Кузней получилась самая отчаянная заруба в полуфинале Кубка Петрова. Кроме того, в команду перешел наш прошлогодний ассистент-капитана Илья Шипов. Матч был принципиален во всех отношениях. Из первых минут это было заметно. АКМ Рьяно принялся за дело и уже на четвертой минуте прошивает нашу оборону. Но реализовать тулякам весь свой запал не дали оборонительные порядки химика. Наш голкипер Дмитрий Куликов и разящие контратаки. Тем не менее, Желто-Синие никак не могли подобрать ключик к воротам гостей, пока защитники АКМ не свалили на пятиминутный штраф. Лев Сталиков вколачивает свою первую шайбу в сезоне. Весь остаток периода Желто-Синие провели в атаке, но больше дивидендов извлечь не смогли. Во втором периоде команды рубились с открытым забралом. АКМ смотрелся очень мощно. Но на 16-й минуте Олег Губин филигранным пасом находит на левом фланге Данилу Певчулина. И тот бросает сходу. Но не успели болельщики порадоваться, как АКМ сравнял счет. Курьезная шайба залетела от конька нашего защитника. Весь третий период команды вгрызались в оборону друг друга. Несколько раз нас выручал Дмитрий Куликов. Болельщики заговорили о магии булитов. Воскресенцы уже дважды в первых двух играх решали исход матча именно так. В самом начале гости провели прекрасную атаку, но в контратаке Павел Беляев выдал шайбу под бросок Павла Каченко. 3-2 победы Химика в дополнительное время, а Павел Ткаченко забивает вторую победную шайбу. Третья тяжелая победа желто-синих, но над лидерами чемпионата шикарный старт. В четверг, 7 сентября, Химик проводит завершающую встречу домашней серии против Парма-ЦСК, московской звезды. Приходите на матч в 18.30. Денис Нитков, Новости Искров.